доброго времени суток друзья с вами фанатик и это продолжение балдура с гей 3 отправляемся значит во второй акт через горный перевал давай я готов да я готов продолжать свой путь адское пламя она сейчас будет здесь это еще что такое у мою уилл ты вел себя плохо и ты знаешь что бывает когда ты себя ведешь плохо чтоб не провалиться но почему именно она во имя девяти преисподних кто-то такая уилл как можно было быть таким гадким ты спрятал меня друзей как свое грязное исподние или лучше сказать преисподние зови меня мерозой я покровительница уилла источник его силы но мой песик плохо себя вел и мне придется дернуть его за поводок у нас был уговор но карлах все еще жива я убила твари и посимпатить видела твари посимпатичны тебя мизора воспитанные девочки так не разговаривают и кстати карлах привет тебе от зарей мы договаривались только о дьяволах она тифлинг не чудовище какая прелесть щеночек научился тявкать статья г пункт девятый цепями могут быть только обитатели ада карлах соответствует требованиям а пуля можешь мне поверить ближе к делу дева лица чего ты хочешь к делу а точно спасибо за напоминание пламя а верно и спепеляет уилла грозовые молнии диза пронзают плоть его душа проходит через все круги ада выбирая в себя их суть и их муки так то лучше будь ты проклята что ты сделала нарушил обещание плати условия тебе известны привыкай к своей новой внешности лапуля ничего не поделаешь есть магия которую даже я отменить не в силах ну вот, посмотрим как фронтир проживет без своего драгоценного клинка Карлах присматривай за ним хорошо что а я буду присматривать за тобой да кстати уилл не забудь наш договор по прежнему в силе та даааам Вот это было неожиданно, откровенно. Так. Привет, солдат. У нас впереди долгий путь, и я хотела кое-что тебе сказать. Не волнуйся, ничего плохого. Ну, то есть, как посмотреть? Слышишь, адский движитель вместо сердца позволяет мне гореть жарче, чем преисподний. Но с тех пор, как я выбралась в Заверном, он работает на износ. К своему механизму я в ближайшее время не попаду, так что пытаюсь лишить лишний раз не перегреваться. Это значит, мне нельзя увлекаться. Стоит мне сильно обрадоваться, нервничать или испугаться, я вспыхиваю как фейерверк. Я повстречал одного кузнеца, он раньше в аду работал. Возможно, он будет полезен. Ого, а можешь свести меня с ним? Хоть пару гаек подкрутит, я уже поспокойнее буду. Может, даже смогу кого-то по плечу похлопать так, чтобы до смерти не жечь. Если ты укажешь путь, я с радостью пойду. У нее вместо сердца какой-то движок. Фига себе. Ну и Уилл. Стал теперь другой расы, тифлингом. Гореть бы ей в самом жарском аду. Просто посмотри на меня. Я сделал то, что считал правильным, а Мизора заставляет меня. Мизора обещала, что я буду гоняться за дьяволами и демонами, за предателями, лицемерами, не за жертвами Зариэль, ни к чему не повинными тифлингами. Пытание права в магии. А ты как думаешь, она, дьяволица, уж точно не образчик правдивости? А ведь за все эти годы я должен был бы усвоить урок. Это Мизора даровала мне способности призывать доспехи и потусторонние молнии. До того, как мне подсадили паразита, я мог даже призывать адских тварей. Наклянусь тебе, каждый удар клинка, каждая искра, которую я высекал, все это было во благо побережья. Как ты умудрился связаться с Мизорой? Ну, тот самый простой вопрос, который решил меня дома и крова. Мне нельзя излагать положение и условия договора. Я могу поведать тебе почти все остальное, но сам договор – это запрещено. Но я скажу так, я ни секунду не пожалел о том моменте, когда заключил договор с Мизорой. Это поступок, которым я горжусь. Но жертва, бывая, не напрасна. В этом я смогу тебе торжественно поклясться. Не гордится он, да? Но сделал бы, скорее всего, то же самое. Ясно. Еще один тифлинг у нас в отеле появился. Это рогач такой. И как мы вообще оказались, собственно, в лагере? Уйти из лагеря нельзя. Получается, отдых нужен. Кстати, все полностью восстановились. Только Ворон. Где Ворон? Серьезно? А Ворон остался здесь. В первом акте. Вообще прогрузится? Вполне себе прогружается. Ладно, надо его отозвать. Как мне это сделать? Просто призову нового. Из-за фамильяра Ворон. Оп. Вот и все. Ну ладно, получается, раз выйти из лагеря нельзя, тогда нужно отдых устроить. Лечь спать. Почему припасы не тратятся, я не понял. Второй раз без припасов. Ну это был полный отдых, значит, восстановили заклинания. Скороход. Сразу же применяю. Так. И скелет пропал. Окей. Выходим из лагеря. Посмотрю, куда мы попали. Собственно. Значит, Уилл заключил договор с демоницей. У всех какие-то уникальные. У этой вместо сердца адская машина. У Уилла договор с дьяволами, получается. У Гейла какая-то магическая болезнь. Ему надо артефакты постоянно использовать, чтобы не умереть. Луту. Как его там правильно зовут? Астарион. Он вампир. Ему нужно постоянно кровь пить. Так. Где это мы? Угу. Пришли мост. Значит, что нам нужно сделать? Ты. Броня. Давай. Магический доспех. Амулет придется снять. Потому что этот амулет... Плажа полнейшая. Лучше одену вот этот ампет. Здесь можно будет ячейки заклинаний восстанавливать по своему выбору. Если действительно можно будет вот эти ячейки восстанавливать, это очень круто. Какая луна, прям то, что надо. Так. Что еще? Садоу Хард. Четверы. Наложить на фанатика. Ну, пока что все. Нужно будет потом еще помощь сделать. Опять. Пытание. Пытание. Пытание выносливости. Пытание выносливости. не так-то это надо перчатки кстати тоже вполне можно заменить тут ловля снаряда всего лишь не шибко то офигительно перчатки перчатки какие-то более интересные были перчатки вроде бы она пока что так туманный шаг 1 туманный шаг 2 вообще красота здесь тоже можно будет амулет поменять этот вот с туманным шагом будет на какой-нибудь более толковый только попадется этим заклинанием тоже 20 здесь 20 здесь 20 уже броня 16 а у этого тоже 16 хорошо идем дальше посмотрим найден рунный круг вот это круто это прям вообще обалденно это трупы от лагерь гоблинов так давай ты поднимай значит лето торг и а потом помощь нормалек осталось только обыскать вот этих вот крышка остыли какие-то беженцы что-ли были очень похоже на то 8 здоровья у них всего лишь пойдем сразу в лагерь гоблинов вернули тут дороги и тут сразу же в лагерь гоблинов скрытность здесь получается спрятаться здесь неуязвимость которая невидимость и заходим вы переходите в новый регион почему здесь спрашивают что хочу ли я и странно на самом деле давайте тогда пока что здесь еще пашу рудим посмотрим табличка валяется восторг кожевника нормально она не валяется она просто здесь благословен будь паломник насладись отдыхом под ласковым взором похоже это латандр бог восходящего солнца предупреждаю хорошо исключительно она вооружена а ты что давай пообщаемся дружелюбное лицо о это же просто замечательно мой дорогой знаешь у меня сегодня целый день одни неприятности меня доставали преследователи оскорбляли вот погляди он туда видишь этот отвратительный маленький улей это ты так храм называешь да несомненно по виду это храм но внутри он кишит злобными тупыми и грубыми гетьянки у них хватает наглости называть эту дыру яслями хотя всем понятно что это тренировочный лагерь для убийц скажи честно я хотела пойти им на встречу и предложила купить одно яйцо и что я получила в ответ на меня напали и мне пришлось бежать к какой-то мошеннице а для чего тебе нужно их яйцо сообществе блистательных попросили меня добыть яйцо чтобы поместить его инкубатор а когда выупиться детеныш воспитать его в своих традициях общество полагает что гетьянки который растет в атмосфере мира и заботы сможет преодолеть свою природную жестокость это бред свинячий конечно чтобы гетьянки смог преодолеть свою злобную природу да скорее гном научиться летать но яйцо ты достать не смогла так что теперь мы этого не узнаем может тогда ты сумеешь сумеешь мне помочь меня выставили за дверь но тебя с твоим очарованием и красноречием точно будут ради видеть в яслях оказывается внутри ты сможешь просто умыкнуть яйцо оказавшись внутри само собой я достойно тебя вознагражу просто принеси мне яйцо хорошо но оплату я хочу получить вперед потому что все таки баночки и экипировка не дешевый 21 сложность и и так то просто я будет убедить давай наставление сразу же опа 16 19 и плюс 2 21 е нормально ну наверное не просто так прошу тебя этим заниматься очень хорошо вот деньги надеюсь ты без промедления доставишь мне яйцо четыреста шестьдесят пять монет не дает неплохо кстати нормально там яйцо медвесыча было было бы неплохо его кстати вырастить если есть такая возможность скорее всего следопыт это и может сделать вообще припасы 40 можно его съесть детеныши медвесыча маленькие милые прекрасные первые две недели жизни потом они съедают всю еду что у вас дома потом они съедают вас забавно хорошо давай еще раз пообщаемся надеюсь предоплата мотивировала тебя выполнить заказ какие новости о яйце гитянки протянуть яйцо медвесыча о это же чудесно так стоп оно выглядит не совсем так как я ожидала ты уверен что это яйцо гита то есть ей можно подсудить другое яйцо наниматели не заметят разницу давай убедим нет конечно это яйцо медвесыча но я не думаю что твои наниматели заметят разницу и на 521 нужно выкинуть давай попробуем блин двадцатка ну еще единичку бы мошенникам я отношусь нескрываемым уважением а вот к тем кто жжет мне в лицо такое поведение мне отвратительно не возвращайся без настоящего яйца не хочет она да ладно ну я тогда продам это яйцо какому-нибудь торговцу чуть попозже так значит где-то здесь я с ним нора какая-то ничего нету вот это вот что ли лисо канатной дороги а вон и храм все понятно здесь что получается есть какой-то сундук охренами канатная дорога если можно спуститься и так еще поискать по пути какие-нибудь припасы полезные припасы никогда лишними не бывают перелечение стрелы недоеденный яблок а че обычные стрелы дают ничего просто можно продать каемся в яслях гитянки могут в принципе избавить от паразита наверно а не провал маня успех ловушка здесь где-то а где ну-ка назад опасно опасно астарион и сюда ловушки как мило мина мина отторжение обезвредить прям на пути еще и кольцо контрабандиста бонусы дает 6 еще 6 12 12 даже если двоечку выкидываешь это 14 получается внимание провал где-то еще здесь какая-то ловушка ну-ка остальные то пойти сюда обнаружить эту самую ловушку вот она в принципе мы можем уже обойти ее спокойно ключ птица в гнезде стойко не особого смысла наверное общаться нет единственно он скорее всего может рассказать от чего этот ключ я думаю мы и сами догадаемся что м 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 ну-ка найдите мне что такое тут что-то закупано никто не смог обнаружить вот же очень жаль так правильно же не тут а вроде да обитель разиморн и посмотрим что за обитель такая это как раз сюда на этой канатной веревке мы по прибыли принципе можно было бы и спускаться почему бы не пропустили по большому то счету обошли бы сразу все ловушки лет молитвам проклятие паломника ладно пофиг в принципе на молитву и на проклятие я хотел бы использовать зелье зелье а вот на уилла вот здесь и зелени ма значит ему нужно дать так где это зелье магического развития даёт дополнительную ячейку заклинания первого круга ну проблема в том что здесь ячейки третьего круга давай попробую что мне это даст значит выпить действительно появилась ячейка и я смогу воспользоваться ведьмовским зарядом сушить это круто нормально очень даже хорошо у shadow hard тоже много кстати всяких благословений а это это первый до круг щит веры тоже первый круг так что ей такое зелье я тоже надо она же до отдыха правильно да до долгого отдыха действует значит давай тебе вот не сразу выпить так понял здесь почему то есть закрытые был же полный отдых странно тут также было 4 вот я не увидел разницы у shadow hard также у друида сейчас 4 ячейки если выпить зелье можно будет ледяным ножом воспользоваться дополнительно и исцеляющим словом тоже неплохо и таких надо сделок побольше набрать хорошо идем дальше отдыха отдыха даром облачка но возьмем бальзаминчик вот с этим непонятно оно именно в бою нужно намазывать и можно намазать до боя давай какой-нибудь вот простой такси например покрыто токсином и это на время буду иметь ввиду нужно именно в бою использовать эти таксины всякие кстати круг опять не придется преодолевать этот путь можно будет вполне себе телепортироваться помощью круга заклинаний а зачем сюда залазить же ничего нету прямо таки интересно даже очень интересно луки надо менять длинные луки это уникальных луков нету здесь вообще гоблинский манский но я им не пользуюсь конечно хорошо идем дальше зачем здесь подъем я так и не понял к чему почему кстати почему пропала броня щит веры должен действовать до долгого отдыха была концентрация из-за того что я выпил эликсир серьезно верт щит веры давай так идем дальше о дальше целая куча врагов здесь нас ждет битва скорее всего автосохранение значит открыться или там отсоединить хотя какой смысл остарион давай вперед динам дальность движения очень большая так будем поближе нибудь вот здесь нужно будет пообщаться ой довольно подъем куда ты нас ведешь если это насчет того оружия о котором толковал твой приятель у нас его нет молчать шевелитесь нет 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 я туда не пойду не пойду кому еще жить надоело я так и думал проходите живо капитан ждет вас а все они ушли внутрь может ли враг моего врага быть моим другом внутрь артефакта зарождается какое-то чувство неуверенности это я все подниму они охотятся за тобой им нужен артефакт они пойдут на все чтобы забрать его ну такое так ладно друид если что я смогу сменить форму на медвесыча невозможно открыть серьезно то есть а ну в принципе тут разбиты окна можем вполне себе забраться здесь попа нас спалили пьяный кобольт какие-то новые существа еще не видел тактика стаи ну хорошо от него сейчас избавимся нас виду ли всем спрятаться скелета пока что оставим здесь тут можно найти ничего интересного тут кобольты везде причем они все пьяные есть в бочке с огневухой но эти не спят эти палят контору их прямо таки но очень много надо как-то с ними разобраться не спаливно спаливно давай вот так оставим и нишечка подлутать вижу бочки с водой это что бочка с огневухой у меня сейчас должно хватить в принципе добрать бочку вот от этого я сразу избавлюсь бэм 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 ходи и закрой за собой спалили блин скелета спалили вот жжем ладно что поделать в таком случае надо бочку возвращать назад выбрасываю там не надо выбрасывается она вообще нужно вот сюда выбрасывать ну как то так плюс минус ну и всех нужно поотводить их сразу не спалили с этой стороны я могу попасть это не вижу не жаль доу хард тоже отходи уилл тоже сюда рядом с этой бочкой с водой и что ее разбить это это в невидимости так что ничего страшного но скелет нормально там и оставлю значит что получается вороны тоже запалили кому то из них придется открыть там их прям нифига себе сколько много нужно каким то заклинанием долбануть струид в принципе здесь может помочь своей шипастой порослию и этого он должен видеть что происходит давай тогда это вот сюда там начнется бой а ты отойди так ладно конец хода в принципе так а ты разбей бочку кто в этом спирте кто в этом спирте все они все еще захвачены в располах получается помимо того что они ну да то есть они первый ход пропускают ладно давай тогда ты стопай сюда открывай вот эту дверцу сразу спалили блин плохо ну ничего шипастая поросль а это что за бочка просто деревянная еще одна огневуха много тут огневухи ну давай вот так шипастая поросль значит нельзя чтобы они могли обойти жалко что я не зацеплю вторую бочку но вот так вот лучше всего будет пастая поросль и ухожу для того чтобы мне не сбили концентрацию оп ворон тоже отступай будут все бежать шипастую поросль серьезно вот самоубийцы но я собственно не против но я собственно не против вот этого чпокни 37 ни хрена себе спрятаться походим а скелетона поставлю где нибудь вот здесь вот пусть они на него бегут изобретатель изобретатель в чем интересна разница что он изобретает пытается обойти но видимо есть какая-то дальняя атака у него ну пробуй пробуй ну друидом выходить я не буду я бы вообще на самом деле скрылся один смог даже пробежать ничего себе раз ты такой молодец ура спрятаться убить так скелета лучник так скелета лучник подходить я не буду пожалуй давай конец вот же они самоубийцы что происходит но это добежит окей только ему это никак не поможет вообще еще один в том же месте умирает так давай столько добить вот все к боль до кончились хорошо у его давай отбирают эту бочку с водой у тебя 70 и вот здесь тоже есть бочка с водой и тоже подобрать и даже нет перегрузки еще до сих пор интересное осталось только обыскать всех этих кобольдов забрать их не припасы особо интересного там нет еще есть проблемка там еще кто-то есть что ли жадного кает в бочке сидит что походу в бочках сидят жадного кает пока реально в бочках сидят вот это да ну давай вот и какие заныкались в бочонках и пьют алкашку где-то здесь еще в бочке сидит либо в этой либо в этой в этой вроде бы могу я отсюда прострелить так чтобы на колючке не стать вообще не уверен ладно давай серьезно все таки поперся он по шипастой поросли врачок давай ты подбираешь этот бочонок сразу перегрузка становится ладно в таком случае в лагерь отправляю булава церемониальная ну ничего особо интересного дневник кобольда собрание рисунков часть из них выполнена гораздо грубее чем остальные большинство изображает кобольдов в различной степени обнаженности кто-то из них придается плоским утехам сам собой кто-то друг с другом впрочем на последних страницах тематика меняется мы видим ревущего красного дракона гитянки различных возрастов и на удивление детальные изображения бутылок с вином как мне навестись вот получилось там же на своих шипах пробежался и сколько 12 здоровья потеряно ладно не так страшно неприятно откровенно конечно этого следовало ожидать так все страшно опа вылез все таки из бочонка тарион значит можно забраться куда-то вот сюда вот там плюхнуть его почти но не совсем но если воспользоваться ревком то я конечно доберусь но зачем пусть он к нам идет можно еще попробовать с другой позиции его добить в принципе промах а ну-ка воронячий давай серьезно не долетает чуть-чуть буквально немножко не долетает ладно тогда без до свидания сразу невидимость купа еще где-то жадно пьет и пойму где давай забирают этот бочонок тоже опять же влаги две бочки с водой здесь у меня можно один бочонок взять нормально конечно они тут устроились ставят сношаются это все дело зависовывают давай подобрать один бочонок а второй уже подобрать не могу по весу не хватает лагерь и еще один подбираем оп нормалек пилетик давай сюда топай тихо тихо не пролагивайте перегрузка давай по весу так сумка с припасами все это отправляется влаги просто бутыльки 25 монет уже давай давай это сюда убирал всякого барахлишка тут кстати надо обыскать вот эти коробки может быть что-то интересное будет бывает что прячут какие-то интересные вещи еще один сидит давайте значит все сюда да в принципе остальное нам можно подойти долбануть его ножом так шадоу хард разбейка бочку серьезно даже бочку с первого раза не может разбить так так запну опа счастье получает и теперь добиваю что здесь есть что здесь как вкусно 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 а какие фарби вкусно ну-ка 2 hard иди сюда разок а можно вот сюда запрыгнуть либо вот сюда наверное тоже вариант был это скорее всего нет давай так опа зелье общения животными карикаду мы разобьем это не проблема м скрыться это будет долго давай лучше ближний бой вам критические удары вообще по красоте давай копаем дальше да это попадаем тут в принципе можно пройти там какие-то голоса внутри здесь тоже что-то может быть вполне себе это вход так обалдеть сколько здесь всего давай-ка разделиться прием прыгай туда осмотрюсь интересно витрины вообще можно разбивать перетворяется ничего особо интересного у него не оказалось зачарованная дверца о как интересно можно попытаться ее вскрыть кстати здесь можно забраться наверх сейчас посмотрим что это куда это ведет здесь дверца это открыть посмотрим так старые записи об обслуживании это может быть интересно прочитать напоминание смотрителю смазывая машину убедитесь что вы не заляпаетесь маслом с вами статуи камень в последнее время стал шататься и может выпасть по слухам неофит перан однажды вызвал полный поворот вокруг оси почему это вообще какие-то места молитвы с этой стороны тоже есть подъем видимо можно было здесь забраться блин нажал алиона мне пожалуйста так не обязательно скорее всего было идти через кабульдов чуб трава полный поворот полный поворот скорее всего можно его раскопать возможно будут какие-нибудь полезные припасы давай посмотрим как-то по кругу по кругу а здесь гроб вообще написано деревянный сундук но похоже на гроб поворот мастер зари прочитать Возлюбленный мастер Зари, Стокхолд, похоронен с цемиониальной булавой, чтобы отдать должное множеству скромных булав, которыми он орудовал при жизни, очищая эту землю от зла. Ржавая булава. Ну и благовония тоже забирай. Они ему уже не понадобятся. Пригрузка из-за вот этого. Она пусть придется здесь тогда. Так, туда не забраться. А здесь вот спуск. Куда это меня приведет? Обрыв. Так, ну допустим. Есть сундук. Ух ты. Можно еще спуститься ниже. Скрытый проход. Ух ты. Вот это по красоте. Давай, значит, посмотрим, что в сундуке. А в сундуке у нас эликсир бдительности. Дополнительная инициатива. Вот это неплохо. Можно, кстати, сразу выпить. Эликсир бдительности использовать. Ну и придется вот этот бочонок отправить влаги. Так, спускаюсь. Посмотрим на этот секретный проход. Да, он ведет. Опыт дали за то, что секретный проход обнаружен. О, я даже могу зайти просто так. Не пришлось взламывать это дело. Ясли. А, то есть, сразу в ясли попадают. О, как интересно. Значит, здесь можно украсть яйцо. Радио нобз. Мич. Ок. Забирай. Ходи. Куда, куда, куда. Палиться не надо. Один короткий мич. Золотишко. Так. Сундучок. Так. Еще зелка. Пригодится. Воитель. Кьен. Кьен. Кьенское парирование. Дополнительная атака. Вот эти, кстати, достаточно сильные. Налетчица. Это арбалетчик. То есть, у них воины и арбалетчики, получается. Как же мне мимо них проскользнуть-то? Похоже, вообще никак не получится. Идется от них избавляться. Это проход. Подход. Хорошо. Остали он пока что пусть будет здесь. Угу. А остальные? Надо глянуть, что за дверь такая зачарованная. Все равно здесь нужно будет все обыскать. Посмотрите. Витражное окно. А ну-ка. Там меч, кстати. Эти затейливые панели украшены картинами из жизни величайших. Смотреть картину под названием «Мастер Зависид». Повторное освящение монастыря мастером Зависидом. Витраж «Мастер Зависи» Стокхолд. И «Мастер Зависи» Пронеслав. Теперь, когда они на разбитый. Возит какой-то. Хорошо. Уйти. здесь меч рима и не альный длинный меч рука посмотри старый ключ кстати гостевая книга аббатство табличка что дает могу просто забрать оружие больше не светится как странно ауторный длинный меч так ладно ну может пригодится этот меч где-нибудь по-любому стоило его забрать а тебя апачки вот эта дверца меня интересует можно вскрыть принципе не особо сложно давай первые попытки красота открыто и открыть там кто-то есть страж веры уйди-ка оттуда страж веры что-то охраняет тут ничего нету кроме собственно самого стража веры возмездие нанести ответный удар следующему напавшему на вас врагу существо нельзя безоружить страж веры когда существо приближается к вам на расстоянии атаки вы можете нанести ему удар зачем 20 брони конструкция тут кстати это шкафчик и скелет ну чё давай попробую я с ним пообщаться ну-ка нет а я даже зайти не могу тут завалено всё кроватями всякими давай-ка ближний бой разобьём вот заклинание страж веры на удивление долго продержалась там целая куча скелетов валяется я думал я с ним смогу пообщаться ладно тогда здесь все забираю и ухожу по метке монаха тем кого это касается если эти записи найдут перед вами дневник брата Велона неофита ваттендерице то документировал для потомков нападение гитиянки на обитель разиморн гитиянки напали на обитель на заре часть из них успела забаррикадироваться в кельях и вызвать стража веры для защиты а часть из нас или хотя бы для того чтобы выиграть время или хотя бы для того чтобы выиграть время и придумать как нам выбраться отсюда идея идеи пока что нет но мы не теряем надежды ваттендер сохранит нас в час нужды кажется гитиянки отступили да вославит повелитель зари какое то время назад они перестали пытаться высадить дверь но нельзя сказать временная это передышка или они все таки решили отказаться от штурма время покажет я знал что нельзя было тешить себя надеждами гитиянки сумели пробраться внутрь через окно к счастью с ними быстро расправился страж веры но я уверен скоро придут и другие впрочем разбитое окно навело меня на мысль о том как можно отсюда сбежать все еще в западне снаружи донесся рев кажется это дракон если так оно и есть оставшаяся часть дневника сгорела короче их спалили с помощью дракона слушайте гитиянки какого фига они на них напали вообще спрашивается ну к стражнику я не пойду оно мне нафиг не надо пойти сразу в колыбель либо вот здесь еще можно идите посмотреть причем либо так войти либо тут войти тоже бацабарь кодирована посмотрим что здесь так блин не туда опять жал у и вам пойду ну хорошо давай значит только сюда здесь каться не надо балкончик лучше всего открыть наверное вот эту дверцу опа неужели никого здесь регистрация жалоб что ты из скрытности выходишь провал скрытности но я не вижу кто меня палит ладно фиг с тобой забирай бочки слишком тяжело а то это влаги тогда надо набрать гремишка какая-то кто это ё-моё какая-то мелочь интересная похоже на котов и очень много их прям очень-очень-очень много ничего себе они его убьют что ли серьезно охренеть охренеть такого я не ожидал вообще шестнадцать у них это коты какие-то шестнадцать значит здоровье тринадцать брони аллергия на магию если рядом с гремишкой им творится заклинание или фокус он может отреагировать на это непредсказуемым образом то есть его блин почти запинали вот это жестко ладно хорошо друидам нужно возвращаться попытаться спасти уилла давай сюда посмотрим какой непредсказуемый образ чипастая поросль создать область опа и ты благо не поможет или кот оружие тоже уже не поможет можно касанием вампира попытаться выжить в принципе попробуй там непредсказуемость так что вызовет случайно выбранный эффект ну посмотрим что это такое кстати вообще не помогло касание вампира я нанес урон но толком не подлечился конечно давай еще баночку сверху ух ты один превратился в какого-то большого ух ты один превратился в какого-то большого а это пантера ха 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 жестко однако очень даже жестко но если на меня накинется такая толпа будет паршиво надо менять форму как раз посмотрим на этот медвесыч опачки идти в ярость отдаться основным инстинктам медвесыча чтобы увеличить свою силу на 2 возможно испугать находящихся поблизости существ на той хода га себе крутое какое действие раскол масуха нифига себе крутое какое существо прям в обалдеть давай так 2 пантеры получилось концентрация успех успех нормально не сбили пока что концентрацию хотя нет сбили все-таки концентрацию все-таки сбили давай расколом долбанут этим мелочь всем получайте на на вообще по красоте и в ярость подарил опа еще один испугался так ну смысле как ты промахиваешься то ну убили у его получая плюху он еще и отбрасывает серьезно нихрена себе мощный какой давай еще разок на просто класс вот это зверюга это я понимаю тут по защитным характеристикам и класс брони 17 но это из-за того что щит веры 2 дает но 15 это тоже круто давай вот так бам после раскола правда нельзя второй раз атаковать 85 процентов промах ты чё прикалываешься ладно бей еще раз вам опасная какая тут мелочь водится хвосты масло грозы волшебников из них можно делать вот и хорошо значит будем делать новое зелье это по моему даже не зелье а именно намазывается которое на оружие масло придется конечно свиток потратить чтобы у его поднять как они его распотрошили быстро ну вот этот медвесыч это что-то с чем-то какой он крутой прямо неимоверно крутой 38 урон жёстко здесь серьезно то есть тут можно было проникнуть отсюда вот для чего здесь подъем ясно понятно ладно shadow hard давай ступай сюда еще нужно глянуть что вот в этом ящике так его нету где свитки вот свиток воскрешение поднять призыв веса без просто так пропал потому что убили хозяина давай невидимость ну теперь нужно подлечиться значит сам исцеление ран бам еще давай разочек исцеление ран этот раз прям поменьше ничего так пойдет пока что вот это какая-то дверца куда она ведет просто помещение так кто может скрывать кто особо то не может скрывать ну пробуй ты ай бонус наставление даёшечка да не вышло повторить попытку инструментов много давай опять что за ерунда почему два раза тоже самое значение решили мне потратить воровские инструменты о неужели получилось это дело взломать открываем дневник монаха неофит будет слухи что неподалеку от нас видели гитянки внутренний круг мастеров зари полагает что мы не в курсе но об этом сейчас кто только не болтает что им нужно не охотятся ли они за кровью как они вообще о ней узнали ежели так а признаться честно я прямо в предвкушении если гитянки действительно на нас нападут есть шанс что наши используют копье увидеть как с крыши обители запускают сам свет латандера вот это будет зверище я вам скажу брат белон утверждает что однажды его видели и свет был настолько ярок что почти лишил его зрение счастью выстрелить им говорят довольно сложно счастью выстрелить сложно а почему к счастью но если мы сможем гитянки даже не узнают что их убило ну ясно понятно роскошный сундучок удар молнии и зелье газообразности вот это кстати может пригодиться прикол в том что здесь порты опять ворон потерялся до какого фига он постоянно теряется с этим вороном не так он же летает должен вообще спокойно везде проникать маленький летает какого фига он отстает от своего хозяина и остается здесь он же привязан сейчас бывает я отвязываю но сейчас он привязан сейчас странно конечно так значит что можно войти по центру здесь обыскали здесь обыскали но вламываться как то мне не очень хочется все таки гитянки достаточно сильные лучше обойти и через скрытый проход попасть к ним давай-ка нет не сюда вот здесь надо перебраться прыг помчали помчали кстати вот здесь тоже есть проход я так понимаю скорее всего спускаемся вот так давай прыг бюст говорит нам придется использовать копья что что возможно можно пообщаться ну-ка давай ты попробуй бумаги успех чары волшебного рта полагаю автор этих слов давно уже скончался ладно идем дальше что здесь что здесь тракты правила трех просто бочонки обычные опись подношений кстати вот это может быть интересно давай опись подношений гляну список еды и подношений принесенных в обитель их перераспределение среди нуждающихся ну ладно баррикаду можно размутузить вполне себе и пройти еще один вариант как сюда попасть да вот дверца на которой основной храм ну-ка еды сыч посмотрим куда это приведет опа как интересно что что то интересного что такое что такое что такое что то тут никого нету как то прям странно 280 опыта дали за то что мы сюда проникли нормально нормально так берем все бочек везде трупы здесь видимо они не живут они вот в яслих всех находятся где-то в подвале бутылка с жиром это возьму это полезно вполне себе пригодится все ржавые мечи пойдут на продажу кое-что стоит некоторых монеток клетка рычаг рычаг это для того чтобы открыть скорее всего вот эти двери железные ворота зелья чтение мыслей так священная кровь латандера пролитая священной битве с сантимером получившая тут миссмертие чтобы ей могли поклоняться найти кровь латандера я побывала в здесь заброшенную забытую эпоху ну и журнал давай речень имен всех паломников когда-либо посещавших обитель розиморн отсортированных по годам заканчивается годом когда обитель пала так и что ее можно забрать эту кровь священную или это табличка это просто таблички так хорошо давай сюда опять опись но опись мне не нужна надо обыскать вот эти всякие груды костей и повзламывать вот эти вот кстати железные ворота чтобы забрать припасы ну там бутырек просто можно ли просто забрать ну-ка изъяли чтение мыслей не ни хрена нужно вскрывать сложность 14 сразу бонус поехали ни хрена не самые лучшие взломчики здесь остались не менее даже так можно вполне себе открывать всякие замки хотя глаза мои все еще не выжжены мы достигли определенного прогресса в поиске его потерянной крови после долгих дней пути я пишу эти слова смотря на шаритскую заставу что в долине чантара мы знаем что кровь у шаритов видели как они уронили один из ящиков его крышка приоткрылась всего лишь на мгновение но каким ярким оно было весь берег реки словно мыло сиянием мягким и нежным словно летний рассвет я почти слышал его утреннюю песнь словно эхо пролетевшим по долине мы выступаем на этих темных еретиков с первыми лучами солнца завтра на рассвете и оставим на своем пути лишь пепел так а ну-ка давай дерну за рычаг дверь откроется да двери открываются и вот это вскрыть бонус поехали 6 неудачным еще разок на конечно плод такие замки вообще без проблем открывает и надо тратить припасы виток порыв ветра кстати очень мощный его сияние померкло пред пред вашими недостойными взорами вы о бессветные твари мы подвели повелителя зари и я записываю ваши мерзкие деяния на страницах гуку и на страницах и не подвели на страницах и Найдите ее. Вот истинное испытание нашей веры. Испытание, которое мы обязаны пройти. Это первая часть была. А там второе, где они нашли, кто утащил у них этот свет. Грудные клетки везде валяются. Ну и на этом давайте, друзья, пока что остановимся. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Счастья, здоровья, удачи и до новых скорых встреч. Пока-пока.